Уважаемые товарищи, приступаем к рассмотрению второго вопроса в повестке дня. Докладчик я, Калит Валентин, сопредседатель Независимого профсоюза рабочих защиты в акционерном обществе Саровской генерирующей компании. Но хочу отметить, что не случайно вопрос о составлении и продвижении коллективных договоров звучит на Российском комитете рабочих. Все сознательные рабочие должны иметь свой проект. Почему именно свой проект и выступать за свой проект? То, что именно в нем должно быть четко отражены коренные интересы, которые должны отстаивать работники той или другой отрасли. Что касается того, кто чем занимается, здесь уже эта спецификация как бы местного значения имеет, потому что кто-то, как показывает практика, объединен отраслевыми соглашениями. Кто-то, а вот на местном уровне работать должен коллективный договор, потому что именно там должны, как я уже повторюсь, именно те интересы проходить красной нитью. Ну, а свяжу в памяти то, что такое коллективный договор, прописано статьями Крудового кодекса. Это, по-моему, если мне не изменяет память, с 40 по 53 статью. Это раздел коллективного договора, да, и все, что по нему сказано в Трудовом кодексе, мы рекомендуем это применять. Там конкретно все это расписано. И получается в итоге, что коллективный договор становится как бы такой внутренней конституцией для работников, которое, еще раз повторюсь, должно работать именно в интересах работников. Потому что сейчас есть такая практика, вот даже вы слышали сегодня, что некоторые предприятия, имея коллективный договор, не показывают эти нормы, которые в нем прописаны своим работникам. О чем это говорит? Это говорит о том, что коллективный договор имеется чисто для галочки, чтобы перед какими-то государственными комиссиями, трудовыми инспекциями показать то, что идет расход средств на социальное развитие общества согласно коллективного договора, как бы у них галочка есть. Но это и говорит о том, что те интересы, те условия, которые прописаны тем или иным коллективным договором, они не отстаивают интересов работников. А коллективный договор, получается, работает в интересах работодателя. И тем самым не допуская работников к его даже изучению, если происходят такие моменты, я считаю, надо об этом говорить. Но, как правило, если на предприятии есть профсоюз, как вот уже кто-то из выступающих сказал, что при обращении работника к представителю, неважно какого профсоюза, в профсоюзе есть или копия, или подлинник коллективного договора, можно свободно брать, работать, разъяснять, значит, те или иные его статьи. И очередной раз повторюсь, искать именно тот интерес, который будет отвечать интересам работников. Потому что коллективный договор, еще многие путают понятие трудового договора. Трудовой договор, он индивидуальный, да, потому что есть частные сегодня, частные предприятия, которые даже и трудовых договоров не составляют, да. То есть человек пришел, есть такая практика, зарегистрировался по паспорту, и у него нет никаких прав. Его в любой момент взяли и уволили, как-то от него избавились. Вот такая практика у нас сегодня есть. Значит, основные моменты, которые отражает коллективный договор, как мы уже сказали, это рабочее время, время отдыха, охрана труда. И все, как у нас директор говорит, это ваши хотелки. Вот эти вот все хотелки, которые работники решили внедрить в статьи коллективного договора, все эти хотелки мы можем внедрять при случае того, если коллектив сильный и может бороться за свой проект. Значит, рабочий профсоюз, или, как вот сегодня уже было сказано, инициативные комитеты могут собираться для того, чтобы подготовить проект коллективного договора, да. Но все прекрасно понимают, что хороший коллективный договор, который будет действовать в интересах трудящихся, просто так ни один работодатель не примет. То есть, должны быть какие-то коллективные действия обязательно. К чему уже приведут эти коллективные действия? Как бы покажет обстановка та на предприятии, которая сложится, покажет та практика. Где-то достаточно угрозы, где-то достаточно каких-то малых коллективных действий, но, как показывает практика, без забастовочной борьбы, без готового коллектива, что коллектив за свои требования готов будет бастовать, как правило, такие коллективные договоры не принимаются. У нас на фонде рабочей академии есть библиотека, где собираются коллективные договоры. Есть человек, который, профессор Казенов, анализирует эти коллективные договоры. Есть свеженаписанные коллективные договоры с оглядкой на договор первого контейнерного терминала. Ко мне можете обращаться, я написал тоже свой коллективный договор для нашего предприятия. Сделали выжимку для того, чтобы этот коллективный договор распространять, чтобы надо понимать, что все сразу не станут читать этот большой документ. Необходимо сделать выжимку, где будут основные моменты отражены. Эту выжимку стоит распространять по коллективу. Распространять в подразделениях для чего? Для того, чтобы понимать, разделяет ли коллектив те требования, которые вы будете в итоге выдвигать к работодателю. Везде обстановка может происходить по-разному. Где-то коллективный договор, возможно, как целостный документ и не придется заключать. Но инициативная группа может предложить изменения коллективному договору. Если не целиком документом, по крупицам вносить изменения. Но при этом обязательно, повторюсь, свой проект коллективного договора у работников должен быть. И работники должны понимать, за что они будут бороться. Что у них действительно есть свой интерес. Будь то речь о условиях труда, или это речь о заработной плате. Ну и о всем том, что я сказал, предусматривает трудовое законодательство согласно коллективному договору. Также Трудовой кодекс регламентирует все вопросы по его составлению, по его принятию. И складывается такой вот алгоритм, которому Российский Комитет рабочих рекомендует придерживаться. Это все-таки, как я уже сказал, выжимку. Создали проект, сделали выжимку. И в подразделениях собираются собрания с обсуждением этого проекта, с голосованием за этот проект. Составление протоколов, сбор подписей. Разные формы могут быть. Как говорится, это момент творческий. Что вам ближе, как вам удобней. Но самое главное, чтобы данный проект заручился поддержкой коллектива. Большинства коллектива. Тогда, возможно, я еще не говорю, что этот коллективный договор будет опять принят. Возможно, он будет иметь уже такую твердую основу. И его можно озвучить на конференции. И когда действительно больше половины голосов за него будет отдано, то, соответственно, этот проект вашего прогрессивного коллективного договора будет иметь право на принятие. Значит, заручились мы поддержкой. Обсудили. Самый главный вот еще момент, знаете, обсуждение какое? Что, вот как уже тоже кто-то из выступающих сказал, мы находимся в профсоюзной организации, платим взносы. А вот есть актив, вот он пусть там делает все. Вот, в принципе, оно так и происходит, что не может же весь профсоюз написать этот коллективный договор. Все равно садится его и пишет один человек или там инициативная группа небольшая. А уже те дополнения, как бы при обсуждении данного проекта, вносятся уже непосредственно в созданный. Если кто-то что-то, допустим, по своей какой-то специфические моменты заметили, они это занесли. Опять же, если посчитали это актуальным, да. И тем самым он стал, допустим, ярче отражать чей-то интерес. Ну и, соответственно, на один или на два пункта прибавился. Ничего в этом страшного нет. Еще какую особенность хочу заметить. В коллективные договоры часто, сегодня звучало отраслевое тоже соглашение, часто может дублироваться та или иная статья отраслевого соглашения. Из-за чего? Из-за того, что бывает тоже из-за, как сказать, экономии, что ли, какой-то, да, на фонде заработной платы, средств по охране труда, то есть пренебрегает иногда работодатель какие-то моменты отраслевых этих договоров не выполнять. Но мы прекрасно знаем, какую ответственность несет сегодня работодатель за невыполнение что отраслевого соглашения, что коллективного договора. Ничего серьезного там нет, это лишь штрафная санкция. Самая большая угроза – это забастовка. Только забастовка на сегодняшний момент может действительно... Или угроза забастовки может действительно к чему-то привести, к положительным каким-то изменениям. Ну, показывает практика, кто бы как бы не боролся, пока дело не доходит до забастовки, ну, тут начинается что-то меняться. Ну, соответственно, на это нужен подготовленный сплоченный коллектив. Пока этого нет, к этому прибегать, наверное, не стоит, потому что, опять же, как говорили выступающие, остается какая-то инициативная группа, ее разбивают, этих активистов, пытаются от них избавиться, и заново начинается все это строительство. Профсоюзное движение, надо понимать, оно тоже волнообразное, есть отливы, есть приливы. Но основной задачей для современного рабочего профсоюза в целом и профсоюзного движения, повторюсь, это наличие своего коллективного договора. А именно вот как Александр Владимирович подчеркивал своего, то, что он пропущен через себя, это наши требования, за эти требования мы готовы бороться, ну, не жалея как бы ничего и рискуя порой, да, потому что ситуации разные могут быть. Вот когда человек будет чувствовать, что это его, он за это будет бороться. Когда человек этого чувствовать не будет, ну, тогда, ребята, вы еще не готовы, наверное, к заключению этого коллективного договора, и такой особой поддержки этого проекта не получили. Значит, получив большинство за проект, предложить работу дателю провести коллективные переговоры. То есть, о чем это говорит? То, что не стоит, не имея проекта, идти, ну, ситуации опять же разные, может где-то и стоит. Если есть какие-то поправки, скорее всего, наверное, стоит их применять, чем не стоит, да, вот. Провести коллективные переговоры, как их проводить, тоже очень интересно. Эти, можно ведь прийти и сказать, вот у нас есть свой проект, они скажут, у нас есть свой проект, а вот чем лучше ваш проект, чем лучше проект работников. Тут может такая ситуация возникнуть, да, здесь момент сравнения, значит. Ну, у них свое экспертное сообщество, к примеру, у нас есть свои специалисты в этом плане. Если есть два проекта, их можно как бы отправить на анализ, да, что люди скажут по этому проекту, что люди скажут по другому проекту. Но это в случае то, может происходить, если это будет работодатель позволять делать. Как правило, работодатель этого делать не позволяет, инициативу берет в свои руки, коллективные переговоры ведет, как бы, на своей стороне, и получается, вроде бы, и равноправные стороны заключают коллективные договоры, но давление работы дателя все равно всегда просматривается и чувствуется со стороны работников, да. Вот, чтобы этого не было, предусматривает, значит, трудовой кодекс освобождения на момент ведения коллективных переговоров, освобождения тех лиц, которые будут представлять интересы работников. Трудовой кодекс их может освободить до трех месяцев, согласно Трудового кодекса, ну, чтобы подготовить, как бы, свой проект, пусть даже он уже будет готов, знакомить, потому что перебираться он может по-разному, может статьями, может главами, где-то соглашаться, где-то не соглашаться, то есть такая вот работа. Причем, если там какая хитрость, возможно, тоже, если за эти три месяца не пришли к согласию, допустим, да, этих людей можно поменять, но самое главное, чтобы эти люди железно стояли на тех интересах, которые будет защищать этот проект. То есть, если там будут представлены люди, которые, извините меня, пойдут на компромиссы, опять же, данный проект вряд ли кто-то примет. В случае отказа работодателя от принятия проекта работников, опять же, возвращаемся к тому, что надо провести собрание в подразделениях, сбор подписи за требование уже к работодателю принять проект работников, получить поддержку, опять же, большинства. То есть, если сначала мы коллективный договор просто предлагаем к рассмотрению, а работодатель отказывается это делать, то здесь уже дело идет, принимает другой оборот, уже выдвигается работниками требования. Но опять подчеркиваю, что должно быть именно поддержка большинства. Нет большинства, соответственно, никаких требований у вас выдвинуть не получится. Опять же, могу рассказать о своей ситуации. У нас два профсоюза, один профсоюз ФНПР, другой вот наш профсоюз. Оба профсоюза не имеют большинства, и чтобы представлять интересы работников, нужен или единый представительный орган. Опять же, обратясь к трудовому законодательству, все эти моменты трудовым кодексом предусмотрены. Так что смотрите, как вам поступать, но понимайте то, что без поддержки коллектива вряд ли каких-то успехов вы достигнете. Потому что ситуация может быть какая. Она у нас происходила, мы уже не первый раз участвуем в коллективных переговорах, и у нас две стороны. Пропорционально присутствуют представители профсоюза. Так как у нас профсоюз, это уже как бы у нас между собой был такой договоренный, мы в профсоюз договорились. Та сторона, у кого численность больше, у них количество представителей в комиссии больше. Та сторона, но надо понимать, что если та сторона, которая меньше, но она перейдет на сторону работодателя, вы в любом случае окажетесь в меньшинстве, и это будет проигрышный вариант. Опять же, собрание конференций, здесь тоже, кто организовывает конференцию, на мой взгляд, вот как в современных выборах. Кто эти выборы организовывает, тот в этих выборах и побеждает. Так же и в конференции. Кто заинтересован в проведении конференции, значит, какие вопросы будут звучать, тот и побеждает. Поэтому для того, чтобы продуктивно провести конференцию в поддержке коллективного договора, наверное, надо обеспечить большинство рабочих на этой конференции, которые будут голосовать за проект работников, а не за проект работодателя. Ну, мне кажется, это всем должно быть понятно, да? Следующее, значит, письменно предлагать работодателю при том, в тот момент, если он, значит, не принимает ваш проект, уведомляем его, что может открыться коллективно-трудовой спор о том, что не принимается, да? Опять же, вот это следующая, как бы, мера, которая прописана трудовым кодексом. То есть, ну, не принимает, отказывается, ну, что делать? Ну, значит, есть инициатива открыть коллективно-трудовой спор за свой проект. Вот. С требованиями, опять же, с требованиями, да, это все будет проходить. Во время, значит, этого коллективно-трудового спора опять предлагаем участникам переговоров по коллективно-трудовому спору освободить от составной работы. Это почему, как бы, тоже не менее важно. То есть, когда человек просто разные ситуации могут быть на рабочих местах, у кого-то позволяет время заниматься, у кого-то не позволяет. Работодатель в нашем случае этим очень классно пользуется. То есть, он освобождает, вот что у нас было, для переговоров, лишь только на то время, освобождал нас, когда происходят сами переговоры. Согласно Трудовому кодексу, это совершенно, как бы, другая процедура. Вот тоже обращаю на это внимание. То есть, освобождаться не на то время, когда мы заседаем по коллективному договору в комиссии, да, а на весь срок, пока идет разработка проекта, к примеру, или пока идет коллективно-трудовой спор, освободить их от основной работы, чтобы люди непосредственно занимались переговорами. Ну, там Трудовой кодекс регламентирует зарплату по среднему на срок до трех месяцев, вот как я сказал, согласно Трудовому кодексу. Вот эти моменты, они очень, мне кажется, важны. Почему? Потому что когда именно освободившись, человек, допустим, идет спор, да, спор сопровождается составлением протоколов разногласий. В этих протоколов разногласий вписывается та статья и формулировка. Допустим, эту формулировку предлагает работодатель, эту формулировку предлагают работники, работники не согласны с формулировкой работодателя, работодатель не согласен с формулировкой работников, клинч такой получается. Вот это время, оно опять предоставлено к чему? Чтобы человек, который ведет эту работу в комиссии, мог прийти в свой коллектив и сказать, ребят, так и так, вот не уступают и все, что будем делать? То есть, это надо понимать, что это решение не одного, там или нескольких представителей, которые сидят и представляют интересы работников, а это решение именно коллектива, да, что это именно коллективно. Причем у нас бывает такая тоже ситуация, что, ну а что вы все на коллектив? Вот вас коллектив выбрал, вот и давайте, вот у вас же есть такие полномочия, но, да, есть такие полномочия, но вы тогда уже опять будете действовать в интересах, вам бы быстрее его подписать и все, тише, гладь, боже, благодать, а интерес опять выпущен, то есть, мы подписали и опять он для работников этот коллективный договор, как бы ничего хорошего принести не может, потому что, как показывает еще раз говорю практика, без борьбы здесь дело будет проигрышное, только в борьбе, только за свой интерес, когда он осознан, именно осознан. Следующий, значит, случай, если на переговорах работодатель откажется от принятия проекта работников, выставить проект как забастовочное требование, это еще одна форма такая, да, ну вот, прошли уже все и спорили, следующий, как, ну, а надо продвигать проект, да, потому что, вот, подошли мы к забастовочному требованию, то есть, уже здесь сам проект, не какие-то его части, а вот, не примите наш проект, забастовка, да, и уже, значит, готовимся к такому вопросу. Здесь опять, опять же, собрание, почему вот каждый, не случайно, каждый этап проходит, потому что все через собрание, все через протоколы, тем самым вы подтверждаете, поддержку коллектива, то есть, каждый этот момент, он законодательно, потом потому что, может как, во-первых, на сегодняшней, в сегодняшней практике, кто признает забастовку, значит, законная она или не законная, с нарушениями, не с нарушениями, все это делает суд, до постановления суда, никто не может сказать, законная забастовка, незаконная, она есть, она работает, опять же, формы забастовок тоже разные, какой-то, ну, опять же, люди, кто-то вот итальянские забастовки используют, да, кто-то, часть какую-то, кто-то просто по правилам работает, и все, вот есть такие правила, как вот у нас, порой было, как бы, три пункта, да, сверхурочные, и всем рекомендуем, не оставайтесь вы на сверхурочной, это для чего, это к чему говорит, это говорит к тому, ну, кроме тех, значит, ситуаций, которые предусмотрены, опять же, трудовым кодексом, заставляйте своего работодателя организовывать процесс рабочий так, чтобы он не выходил за рамки нормальной продолжительности рабочего дня, постарайтесь это сделать, потому что, как показывает практика, выгодно, и, значит, люди, как бы, свое основное рабочее время не так интенсивно загружены, к примеру, да, а потом их, идет растяжка рабочего дня, ну, и бывает, что и такое, вы, допустим, не согласны с этим, вы ушли, на ваше место приходит, на ваше рабочее место приходит другой, что ли, брехер, да, вот, чтобы избежать вот этих, вот, все нужно держать именно под своим, контролем, ну, вот, дошли до забастовочных требований, да, и здесь готовимся, опять же, согласно Трудовому кодексу, все через собрание, по возможности сбора конференций, подготовились, выдвинули требования, получилось организовать забастовку, или угрозу забастовки, скорее всего, ваш прогрессивный договор будет принят, но принят не всегда подтверждает то, что он работает, вот, опять же, как мы сегодня слышали, что коллективный договор есть, отраслевое соглашение есть, но не выполняется его статья, а для того, чтобы эти статьи выполнялись, эта комиссия, которая его создавала, продвигала, и, как бы, работала с ним, она никуда не исчезает, она остается, и следит, за выполнением тех пунктов коллективного договора, которые мы там прописали, потому что, то, что это дело есть, это одно, а то, что это дело выполняется, или не выполняется, у кого она будет на контроле, работодатель, конечно, в силу, значит, своих каких-то интересов, смотрит над тем, что ему интересно, соответственно, или, вот, в части, к примеру, охраны труда, если государственные предприятия, скорее всего, он будет это выполнять, потому что там всякие государственные комиссии, охрану труда соблюдать, как-никак, все-таки, они, возможно, этот раздел по охране труда будут выполнять, а вот, что касается со сметой социального развития, что касается заработной платы, здесь можно как-то маленечко похитрее, вот, именно этот контроль должен вестись, опять, со стороны работников, и, порой, это тоже, как бы, работа непростая, потому что, постоянно этот вопрос надо мониторить, постоянно надо общаться с коллективом, ну, только от большинства, только от, от одобрения тех движений, которые делает инициативная группа, профсоюзный комитет, надо понимать, что без поддержки коллектива ничего не сдвинется, никаких успехов мы, скорее всего, не добьемся, поэтому дело это коллективное, и называется он коллективный договор, то есть, написал его кто-то, к примеру, да, представители работников, а уже поддержать и продвинуть, это дело коллективное, дело общее, и все зависит от того, как надо, как эта работа будет производиться, такого успеха мы достигнем, но не просто так, вот, как я еще раз повторюсь, последним пунктом звучит, это или угроза забастовки, или сама забастовка, но обязательно коллективные действия, обязательно, без коллективных действий ничего, никаких успехов в продвижении, в подписании и в работе этого локального нормативного акта на предприятии не приходится нам в положительную сторону, я имею в виду, но на сегодняшний момент можно подчеркнуть, что у нас создаются в профсоюзных организациях проекты коллективных договоров, ими можно пользоваться, можете обращаться ко мне, у нас есть в нашей организации тоже проект коллективного договора, выжимка можете брать те коллективные договоры с сайта фонда рабочей академии, которые там представлены, то есть делать какую-то общую модель, смотреть, что вам больше подходит, и осуществлять борьбу за выдвижение требований к работодателю о принятии проекта коллективного договора, составленного именно работников. Спасибо за внимание. Вопросы есть в докладе? в том, что все четко. Спасибо. У меня все. Валерий Владимирович, хотел задать такой вопрос, как вы, как опытный союзник, боретесь с пассивностью и страхом работников перед серьезными действиями, потому что действительно, когда сталкиваешься с коллективом, находятся и такие люди, кто немеет, торопеет и боится идти вперед. Пассивность и страх, на мой взгляд, вот как уже опять же звучало, вот у нас, знаете, в чем уникальность еще Российского комитета рабочих? Не просто так вот ставятся вопросы в повестку дня, значит, у нас из первого вытекает следующее, да? И вот это как бы страх. Ну, из-за чего страх? Страх, в первую очередь, из-за незнания. Вот для чего мы каждый раз обращаемся к тем, кто приходит сегодня к нам, кто обращается к профсоюзной организации. Вот сегодня человек сказал, используйте буржуазные законы, используйте. Трудовой кодекс, его можно как угодно критиковать, но без него не обойтись, и все-таки надо понимать, как во всем, что существует, есть положительные моменты, отрицательные моменты, но берите те положительные моменты и используйте их для себя. Незнание трудового законодательства это самый большой, как сказать, грех рабочего. Но не знаешь ли трудовое законодательство от тебя просто начнут колпачить, колпачить и колпачить. Мы и так уже как бы здесь, конечно, есть всякого рода как бы средства мошенничества, как бы укрытие информации, ну, все, что угодно принимает работу дателем. Но, извините, есть буква закона, по крайней мере, она вас защищает. Вы, зная законодательство, уже можете не колебаться. А что бояться, когда вот, ну, вот он, прописные истины, пошли дальше. Знаем закон, знаем отраслевое соглашение, знаем нормы коллективного договора. А у нас сталкивается ситуация порой с тем, что человек, трудясь у себя на производстве, не знает своих должностных инструкций. Ну, что это такое? Ты работаешь, ты называешься, блин, рабочим, у тебя какая-то профессия, ну, элементарно, должностную инструкцию свою ты должен знать. А вот он, меня, руководитель, заставляет то-то, то-то делать. Ну, ты возьми свою должностную инструкцию и посмотри, должен ты это делать или не должен. Это уже спорный вопрос. И только из-за этого вопроса уже можно к коллективному трудовому спору прийти. Когда это входит в систему и человек, работодатель начинает человека напрягать, к примеру, вот, это простая ситуация, там, допустим, экономят, опять же, фонд заработной платы. Вместо того, чтобы взять, там, к примеру, дворника, зачем он нам нужен, дворник, функцию дворника будет выполнять, там, каждый, к примеру, каждое подразделение будет убирать свою территорию, да, и дворник не нужен, там, и это везде, как бы так, ну, может быть, не совсем такой пример четкий, да, и действительно, мы на сегодняшний момент это видим на ряду предприятий, что функции перекладываются, да, порой работник несет только не сугубо свою функцию, но, как бы, сейчас вот показывает практика, что вместо того, что он как бы исполнитель делать свою работу, он еще должен участвовать и в нее организации. Ну, ребята, ну, вы уж совсем тут обнаглели, да, ты приди еще, думай, приди на работу еще, думай, что тебе делать, да, вот, бывают и такие моменты, так что, все, я говорю, вот эта вот вся боязнь, все вот это, ну, а кого, чего бояться, ну, кроме, как вот сказано, классиками, да, кроме оков нечего терять рабочему человеку, ну, сбрасывайте уже, хватит, рвите эти цепи, ну, сколько можно уже волочиться, и шар будет ровнее и стойче, и ногам будет легче, а со знанием голова светлее, и, как вот Александр Владимирович сказал, будут, человек станет железным, а не железо будет за ним волочиться, поэтому, когда человек обладает определенными знаниями, ну, его уже сложно будет сбить с толку, когда этих знаний нет, и всегда вот мы об этом говорим, знание свет, не знание, чуть свет и на работу, так что вот так, тенденции такие, что действительно сейчас хотят убедить все рабочее сообщество к тому, что вы не любите работать, вы зарабатываете мало, потому что вы не любите работать, вы мало работаете, а мы-то знаем, что кто много работает, кто долго не живет, ну, что происходит, действительно, человек работает на износ, умирает он, ну, заработал он на каком-то этапе там, Что-то он скопил, а потом радоваться-то уже не приходится, он себе болячки заработал и потратил на лекарства деньги гораздо больше, если они вообще у него остались. Ну, сегодня так вот человек труда, причем я считаю вот этот подрыв престижа рабочих профессий, он именно, здесь не вина буржуазии, здесь вина самого рабочего класса. То есть рабочий класс позволяет себя вести буржуазии с ним именно так, насколько он позволяет, да. Ну, тем более мы мужчины, по-моему, мы праздновали недавно 8 марта, вот смотрите в истоке этого праздника, на что были способны женщины. Сегодня мужчины даже на это не способны, к чему призывали женщины. Сокращение рабочего дня, ну 100 лет уже 8 часов работы, ну пора к 6-часовому рабочему дню переходить или не пора? Уже практика показывает, что досиживание на предприятии проходит, а все равно работодатель не отпускает. Неважно ему, занят ты, не занят, сиди на рабочем месте. Кто-то, как это свободное время проводится на рабочем месте, кто-то фильмы смотрит, а кто-то трудовой кодекс читает, кто-то обсуждает какие-то насущные проблемы, кто-то пьянствует, ну по-разному. Ну хотите объединиться, хотите быть сильными, опять же еще вот такой пример, кого бьют. Сильного вряд ли ты ударишь, получишь от него сдачи. Когда ты сдачи не можешь дать, тебя будут бить постоянно, ну или с детского сада, блин. А тут взрослые мужики. Ну, что бояться-то? Ну бояться, да. Бояться в первую очередь потерять, скорее всего, рабочие места. Потому что мы видим, что с крупной промышленностью происходит, ее дробят. Бояться сильных, здоровых коллективов. Да, ну а нам чего бояться? Я считаю, знание, оно разрушит все эти цепи, все от кого. Спасибо. Спасибо. Кто по вопросу выступить хотел, пожалуйста. Вопрос? Вы сказали, что рабочим терять нечего. Ну на самом деле, вот Алексей выступал, оператор стендраун, говорит, мы получаем 50 тысяч, да, грубо говоря. Вот много, хотелось бы там больше там и так далее. 50 тысяч, допустим, я в Хабаровске получал на офисной работе практически там вот около-около директора. То есть как бы рабочим сейчас на самом деле есть что терять и условия не такие, что прям совсем уже плохенькие, плохенькие. И поэтому вот вопрос товарища, почему люди боятся в процесс идти, он действительно, да, он насущен, потому что боятся, что будет хуже. Вот, что будет еще хуже. И вот, конечно же, да, знание законов, я с вами полностью согласен, что... Вопрос такой. Да, вопрос-то, вот такой вот, актуально ли сейчас в агитации, да, для того, чтобы призывать профсоюзы и так далее, использовать вот эту вот формулировку, что там, что нам нечего терять. Человек же скажет, что, а вдруг хуже станет. Нет, как бы, может быть, не совсем так, конечно, грамотно сказано терять. Всегда человеку есть чего терять. И тебя на поводу работодателя терять здоровье можно, терять доходы можно, да. Я имею в виду, не надо бояться, не надо бояться защищать свои права, не надо бояться пробовать что-то изменить. Но, по крайней мере, вот сегодня такая ситуация. Но никого не убили, кто посещает российский комитет рабочих, кто доезжает, кто черпает какую-то информацию, обмен опытом. Ну, как бы, законы даже буржуазные позволяют, вот даже в некоторых вопросах вы послушаете главу администрации президента по трудовым отношениям, там, министра по труду. Он говорит, мы вам не запрещаем, вот согласно трудовых норм трудового законодательства боритесь, они сами даже как бы побуждают. Сможете себе отставить достойную зарплату? Боритесь за достойную зарплату? Не сможете, извините, оставить. А что такое достойное? Вот как Михаил Васильевич Попов, он же разъясняет четко. Ну, вот, вы согласны с тем, что у вас низкая заработная плата? Вот, значит, вы ее и достойны. А если вы не согласны, боритесь за то, что у вас... Ну, а ситуации на местах, они, конечно, разные тут. Сложно тоже, как бы. Ну, терять, конечно, есть. Но себя главное еще не потерять. Борьба это искусство. Да. Я вот хотел сказать, что у нас товарищ сказал, что это рабочие у нас так хорошо живут, там 50 тысяч, это классно. Выше среднее может быть. 50 тысяч? Работать, 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 каждый божий день, без выходных. У нас таких товарищей на заводе масса 50 тысяч. Как он может накопить на жилье? Жилье – это необходимость для человека, прежде всего. То есть он должен буквально работать каждый божий день без выходных по 12 часов. Это уже на царскую Россию нас смакивают. Это нормально. То есть он на износ. Вот есть такие товарищи на заводе. Вот на петербургском тракторном заводе. У нас есть такие товарищи, которые по 12 и по 14 часов работают. Каждый божий день. Они уже земляные. То есть видно, что человек летит. И это смертельно изношенный. Ну на сколько его лет хватит? Он накопит себе на эту квартиру? Нет, не накопит. То есть действительно нечего терять. Вот ему и терять. По сути ему нечего терять. Он никогда не накопит на эту квартиру. То есть с жильем вопрос не решен. А у кого семьи? Нет, все это понятно. Но это больше вопрос здесь, кто обращается к нашему печатному заданию. Нет, я согласен. Правильно, когда работа такая. Там в офисе такой, офисный кванктон. А физический труд? Да. Вот как на заводе. Он за станком, он вредность еще получает, по всему прочему. А ему как? Причем я хочу отметить, уважаемые товарищи, вот как бы такое специфическое, специфическое такое замечание. Вот я вчера уже об этом как бы говорил, да. Но вопрос в чем? Вот тот труд, вот сегодня выступал представитель тяжелой промышленности Столивар, да. Вот те люди, которые как бы в таких условиях находятся, тяжелейших, ну, как бы станция, вот я работаю на станции, да. У нас как бы интенсивность какая? У нас есть, как бы отопительный сезон проходит, приходят ремонтные компании. Вот как бы все самое тяжелое, это в ремонтную компанию, весь самый большой объем работ, мы все работаем, все для того это делается, чтобы отопительный сезон прошел гладко, мы работали без аварии. Вот это показатель такой, как бы хорошей работы, да. И получается у людей заминка такая, то есть они не в постоянном напряжении. А когда человек, извините меня, около здоровой печи, и у него это не работа происходит, не квартально, да, ему вздохнуть просто некуда. А когда рабочий день 12 часов, а когда, ну и что там терять? Он действительно, он просто выживает. Он не видит семьи, он не может, не имеет времени на самообразование. Кто там за него какие-то вопросы будет решать? Причем, как показывает практика, профсоюзы вот этих вот ребят, которые в такой, в самых тяжелых условиях, да, а шахтеры, он чем рискует? Да он каждый раз спускаясь, он каждый раз рискует просто не выйти. Почему мы об этом забываем? Так что, я считаю, наше дело правое, и вперед. Борьбу за свои интересы. У нас, по сути, рабочие, вот в какие условия стали? Что? Да. Хорошо. Поступление по докладу. Хорошо. Проклады закончились, принято. Илья Вавилов, это делегат от Петербургского тракторного завода. Также я там являюсь, я работаю шлифовщиком, являюсь председателем цехкома, это вот карманного профсоюза, который как раз не представляет интересы рабочих, потому что там сидит руководство. Очень сложно рабочим разговаривать в карманном профсоюзе, когда там руководство. Как он может заявить там о своих требованиях? Естественно, рабочим нужен свой независимый профсоюз. Мы создали первичку. То есть, провели учредительное собрание и создали первичку. Но пока все это зачатано. Во что он оставит сейчас рабочего человека, в какие условия? То есть, он вынужден, грубо говоря, работать, по сути, за то, чтобы накормить свою семью. Это за похлебку супа, грубо говоря. Вот оно так и есть. И жилье. У нас что, человек может без жилья, что ли, жить? Нет, не может. И смотрите, что с жильем сделано. У нас, по сути, жилье не принадлежит человеку. То есть, дается всего лишь право проживания и право продажи. Все, больше ничего. И это превращается в смысл жизни человека, грубо говоря. В смысл жизни трудящегося человека. Но за это должен человек работать. Получается так. И вот я вот об этом уже сказал, то, что люди работают по 12-14 часов. А многие вынуждены из-за ипотек, из-за кредитов. Это вот прям бич, это прям беда рабочих. Многих там 2 кредита, 3 кредита, еще ипотечный кредит. И чтобы их выплатить, они вот работают каждый божий день. То есть, работают на одной работе по 12 часов, там 2 через 2 графики. Вот еще заметьте, как они сделали графики. То есть, зачем им нужен 2 через 2 график? То есть, чтобы выходные были перекрыты. За них, потому что нужно платить, грубо говоря, двойную. Зачем платить двойную, когда вон, пожалуйста, есть рабочие, вот они по 12 часов. Работают по 2 через 2. И выходные перекрыты. Хорошо, отлично. А рабочие как начинают, ну, вроде им так кажется, что они хитрят в этом смысле. А они начинают работать на 2 работах. То есть, на одной работе там по 12, по 8 часов поработают. И потом следом идут на основную работу, и там еще работают по 12 часов. Ну, и что с таким человеком будет через 5-6 лет? Гру. Все, человек не будет. Вот, 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 во что наставит. Естественно, рабочим нужно с этим бороться. И доводить это до рабочего. А зачем он работает? Что для него делается? Да ничего. То есть, его поставили в кабальные условия, и все, он ради этого работает. Чтобы просто выжить. Ну, вот о чем я хотел сказать. Да, спасибо. Лютов Евгений Борисович, пассажир автотранс, Санкт-Петербург. Хочу напомнить товарищам рабочим, может быть, кто забыл, что рабочим надо работать на работе поменьше, получать за это побольше, и на работе желательно вообще ничего не делать. Это вот идеальный рабочий. А что надо для воздателю? Чтобы мы работали постоянно, чтобы на работе делали все, и получать за это ничего. Вот, надо не стесняться того, что я первое сказал, а как подстраивать свои хотелки, так сказать, под то, что рабочему и нужно. Потому что работаем-то мы не для того, чтобы жить. Оставь, живем мы не для того, чтобы работать, а работаем для того, чтобы жить. Небольшое замечание. Лиц немножко нужно. Не нужно, это самое-самое-самое. Чтобы человеком оставаться. Мне главное, чтобы он еще учился, образовывался. Немножко. Ну, часа два в день не надо. Это же правильно. Это так и деградирует. Хотя бы шесть. Соловьев Василий Феликсович, электрогазосварщик, работаю в Петербургский тракторный завод. Так, ну что я хочу рассказать о нас. Ну, многое я уже рассказывал о том, как человек стал инвалидом из-за ночных смен. О том, как кузнецы спят на ходу, когда уходят домой. У нас вопрос в движении требований. Да, вот и хорошо. Очередной случай уже был на производстве травматизма, когда большой балдой ударило человека в спину. И все начальство, все руководство пытается эти случаи травматизма скрыть. А рабочих как-то успокоить, что травма была незначительной. Ну, как же она была незначительной, когда человек опять-таки до сих пор, по сей день сейчас, на больничном. Вот. Про союзница наша, Печенцова Нина Николаевна, на это на все закрывает глаза. Ни на что не смотрит. И вот какие-то требования выдвигать, конечно, никто не хочет. Вот. Ну, как бы это сказать, что многие работают по 12-14 часов. Вот. Кузнецы. Даже есть вот те, которые работают не официально, а по трудовому договору. Вот. И даже остаются после ночных смен часто. Вот. И корновщицы остаются на 4 часа после ночных смен. Ну, вот. Меня вот тоже, как бы, так, решают того, чтобы я какие-то работы проводил более высшей квалификации. Там, под рентген делал работы или под УЗК. Вот. Чтобы артистовывать никто не хочет из работодателей на то, чтобы я получил корочку на пус. Вот. Ну, конечно, намного дороже ведь всегда нанимать подрядчиков, чтобы что-то делали, вместо того, чтобы вот как-то платить мне. того, чтобы я, если я выполнять буду, какие-то работы высшей квалификации. Ну, понимаете, вот много можно сделать, чтобы повысить рабочим зарплату, расширить штат, построить новые молота, вот это все. Но никто этого не хочет делать. Ну, как бы так вот еще раньше, с 2008 года, даже более, тут уже более 10 лет, не повышалась зарплата. Вот. И то, что тракторов уже выпускать стали, намного больше. Раньше выпускали там 150, а сейчас уже 300. Намного больше тракторов. Выпускают больше, а за это доплачивать никто не делает. Доплаты никакой не делают. На требования, требования. Здесь вопрос, у нас вопрос, вы поймите просто, о выдвижении требований, да, к работодателю. То есть, а мы слышим вот опять, нас бьют, 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 бьют. А требований нету, да. Вот как-то вот. Можно, если выступление... Разговаривал уже, с рабочими разговаривал уже насчет этого. Ну, вот как-то вот на все на это, как-то пассивно. Мы с одного завода. Можно, да? Да. Можно? Ага. Мы с одного завода. Я просто быстро, вкратце, отпишу, как ситуация происходит. Грубо говоря, выпускали 150 тракторов, но оплатили и премии, и все. Все было завязано, то есть, не делили. Сейчас стали делить, дробить. То есть, ставка, она идет от разряда, 30% базовой премии, и 30% вот как раз они отпилили. То есть, выполнили план, получили 300%. Не выполнили, не хочу, не плачу. Что они делают? Было 150 тракторов, за год мы уже делали теперь 300 тракторов. План, естественно, не укладывается, потому что не хватает производства мощностей. Соответственно, ну там, три трактора не доделали, все, премии не получаете. То есть, 30% убирают. Естественно, рабочие начинают эти вещи замечать. Про индексированные зарплаты даже речи не идет. Их уже это отвлекает, уже с премией. Та же самая зарплата, которая была с 2008 года. Вот это как раз и посопутствует тому, что вот к созданию независимого профсоюза, вот к чему мы сейчас и идем. Вот это людей, грубо говоря, рабочих и волнует. То есть, во-первых, чтобы эта ставка была больше премии, то есть не 60%, как сейчас, допустим, премии, а чтобы больше сейчас составляла именно зарплата. Ну пусть там будет 10-15% от премии, вот за выполнение плана. На это рабочие, да, готовы. Вот их требования. Например, о индексировании зарплаты. Вот я с рабочими разговаривал, что их именно интересует. Индексирование зарплаты, они про нее не забыли. Потому что она с 2008 года вообще индексировалась. То есть, цены у нас все выросли. А зарплата получается все такой же, как в 2008 году. Цены выросли в два и более раза. А зарплату получали, зарплаты никак не повышают. Вот и все, оклады такие же, маленькие, низкие. Вот, а требования, требования. Ну, что? Главное, что мы живем, главное, что мы работаем. И все, вот никто ничего вот этого вот не хочет. Мы даже не выдвигаем требования, чтобы повысить свою профессиональную уровень. Забы искать никогда. Никакого работодателя на это не идет. Вы добавьте, у вас будет святая троица. Никто, нигде, никогда. Понимаете? Это вот мы слышим от разных лузеров постоянно. Зачем нам это слышать? Вы расскажите, что кое-кто, кое-где, кое-что и кое-когда делает. Понимаете? Начните с этого. Вот сейчас ваш товарищ выстрел, он сказал, что и из его слов следует, что уже кое-кто, а и никто. Из ваших слов все противоположное след. Стены, наверное, на кое-кто что-то делает, но вот, конечно, таких вот улучшений никаких нет. Нет, а то... Это и так известно. Мы тут и для этого забрали. Нет, я просто дополню, я уже, я говорю, но это пока на уровне цели. Менялись местами, пожалуйста. Понятно. Идите туда, без требований. Спасибо, ну это маленько не просто... Все, это существует. Заменить силу. У нас будет третий вопрос о нормах. То есть вы маленько к повестке обратите. Норма, конечно, вот как говорили, большая, но... Нет, я имею в виду... Сейчас, премия играет там на себя. Давай. Лучше премию там немножко недоплатить, чем... Давайте поменяем. Давай, я просто скажу, а ты просто не знаешь. Что сподвигло рабочих к созданию независимого профсоюза? Вот как раз они хотят выдануть все эти требования. Я вот для чего они меня делегировали сюда, чтобы я приехал? Чтобы я об этом сказал, и нам помогли составить новый коллективный договор. То есть они готовы бороться за новый коллективный договор. Только единственное, что понятно, что с юридической точки зрения нам нужна помощь в этом смысле. А тогда, вот, я уже сказал требование по поводу заработной платы. То есть, чтобы большая часть составляла ставка, а меньшую часть составляла именно премия. Стоянные и переменные части, да? Да, то есть переменные части было меньше, а именно ставка была больше. Соответственно, это условия труда. Это вот относится как раз к сварщикам. Это, Василий, вот ты вот сварщиком работаешь, почему-то это не осветил. Люди работают без вытяжки, грубо говоря, дышат этим электродом. Соответственно, они что хотят? Чтобы у них хотя бы была бы вытяжка. Я нету? Нет. Дальше. В цехах, в большинстве своём, сделана как? То есть термичка, где закаливают металл, грубо говоря, деталь. Она находится прямо в цехе, где все остальные работают. То есть они эту вредность получают, все остальные, естественно, нет. Почему она должна быть... Это против, грубо говоря, условий труда. Она не должна быть совмещена с общим цехом. Ну, то есть в основном весь упор делается, конечно, на именно зарплату. То есть индексированные зарплаты и это увеличение ставки. И уменьшение вот как раз это. Потому что сейчас рабочие увидели, что работодатель играет как хочет, грубо говоря, с премией. Ну, я хочу... То есть саботируют план. Он же привязал его к плану, он саботирует план. Ну, сегодня я вот хочу там не 300 тракторов, а 304 тракторов. Вот 4 вы не успели сделать, всё, до свидания. У вас премии больше не будет. Рабочие, конечно, это беспокоят. Вот они и хотят сделать новый коллективный договор. Спасибо. Грабушкин Сергей, электромонтер, город Микросталь. Вот всё правильно, Василий, Илья, товарищи говорят, что так и начинается. Сначала ухудшается положение на производстве, рабочие замечают, что что-то не так происходит. Собираются требования с каждого рабочего места. У электрогазосварщиков, что у них там, какие проблемы. Всё это выясняется, всё это потом записывается. У слесарей, у токарей, у всех, какие проблемы на производстве. На каждом рабочем месте всё это собирается. Централизованно профсоюз это собирает. Оформляет это в коллективный договор как требование. И потом начинается уже компания запрямления коллективного договора. Если какие-то серьёзные нарушения, то пишется заявление в соответствующие инстанции. Всё это по порядку. И вот правильно начали товарищи вести работу. И надо продолжать это с учётом рекомендаций Российского комитета рабочих прошлых и нынешних, которые мы примем. И всё товарищи правильно делают. А вот про выдвижение требований я хотел сказать коллективный договор. Это что? Это закон на предприятии. Это закон только на предприятии действует. Вот как у нас есть федеральный закон, они там на всю страну действуют. Есть какие-то региональные, местные законы. А вот коллективный договор – это закон, такой же абсолютно, как все остальные законы, только он действует на предприятии. Если он рабочий. Да, у нас приняли пенсионную реформу, закон, для всех повысить пенсионный возраст. А ведь диспетчеры взяли и написали себе в коллективном договоре, что вот у них пенсионный возраст, у них 55 лет. Вот и всё. Но это только у них на предприятии, потому что коллективный договор – это закон на предприятии или в подразделениях действует. И вот у них свой собственный рабочий закон, который для них действует, они по нему живут. И антирабочий закон этот, который пенсионная реформа принят, их не касается. У них свой собственный закон. Они его приняли, коллективно организовались, заставили силой коллектива принять этот закон и по нему живут, по своему собственному закону, который они сами написали. И также вот все товарищи на каждом своем заводе могут без проблем написать закон, по которому они хотят жить, а не по тем законам, которые им сверху спустили принять силы коллектива и жить по тому закону, который сами написали. И в этом проблем нет. Ну, это вот коллективный договор действует на предприятии, закон на предприятии. А если, например, вот у нас там много из транспортных предприятий, товарищей, и они организуют отраслевый профсоюз, они могут отраслевое там соглашение принять, и это будет уже закон для отрасли. Короче, форма борьбы. Для отдельной. А если вот мы, например, у нас соберется там в 10 раз больше, и будут и транспортные предприятия, и металлургические, и всякие разные, то мы можем уже и подумать закон там для всех предприятий, вообще всей страны. То есть это вот такой путь, и надо его просто идти по порядку, и наше дело правое, в общем, и правильно мы работаем, как и нужно. Спасибо. Старцева Ксения, Московский государственный университет. Я услышала от товарища с Кировского транспортного, Кировского тракторного завода слово индексация, которое заставило меня подняться и выйти сюда. И я хочу в очередной раз напомнить, что индексация проводится после того, как цены на продукты уже выросли, а вы весь год их покупали. Получается, если вы ставите конечной своей целью индексацию, то вы ставите своей конечной целью терять, терять и терять. Это неправильно, поэтому конечную цель всегда рабочий должен помнить. Повышать себе зарплату, повышать и повышать. Да, возможно, в переговорах с работодателем вы скажете повышать, а как-то так ваши силы будут расставлены, что вы добьетесь только индексации. Но представьте себе армию, которая вдруг при натиске начинает думать, что а мы не разобьем весь корпус врага, а разобьем только три пятых. И это же глупо. Это же глупо. Человек, когда идет на какое-то дело, он должен ставить своей целью разбить вражеский корпус, а не разбить три пятых вражеского корпуса. Поэтому нужно потихоньку отказываться от слова индексация в своем лексиконе и среди своих товарищей распространять мысль, что индексация – это наш враг, а нам нужно повышение реального содержания заработных плат. Я хотел бы по поводу того сказать, что соотношение акламы и премиальной части, вот то, что мы обращались в надзорные органы, к чему это привело? То есть у меня, допустим, было, ну, получаю я 50 тысяч, да, а премиальная часть у меня 12 тысяч, да, то есть если у меня лишают 100% премии, я теряю 12 тысяч. После вот этих всех действий, которые были произведены, произошли изменения в части оплаты, да, повысили базовую ставку, соответственно, повысилась часовая ставка, и окладная часть стала больше, и если бы не трогали премиальную, и зарплата бы выросла, стала бы больше. То есть, но, естественно, они эту премиальную часть снизили, была премия у нас там 60%, стала 34%. Но в общей сложности соотношение стало такое, что если сейчас я, да, кстати, в целом зарплата стала больше примерно на процентов 10-12, в зависимости от у водителей на 10, у конвюкторов на 12, там, у слесарей я точно не скажу. Вот, и теперь, допустим, если я получал 50, сейчас получаю 55, но премия у меня уже не 12, там, или даже должна получиться, была бы там 14 тысяч, а уже порядка 8 тысяч. То есть, естественно, если меня наказывают, я теряю уже меньше. У конвюкторов еще лучше ситуация получилась. То есть, у них, допустим, была, ну, при тех же условиях зарплата там 23 тысячи, сейчас 27, да, и премия была 5 тысяч, сейчас 1000 рублей. То есть, она практически больше 1000 рублей, у нее забрать работодатель не может, ну, то есть, обязательные выплаты. Вот. И еще хотел сказать по поводу проектов коллективных договоров, да. Вот почему за основу берем, да, вот именно, я составлял проект для нашего, для обособленного подразделения, проект коллективного договора, помогал товарищам металлургам делать проект и везде, и все мы берем за основу именно проект докеров, да, на то, что там вот эта структура очень правильно сделана. То есть, во-первых, сам проект предусматривает по большей части обязательства работодателя, потому что наши обязательства прописаны и в должностных инструкциях, и в правилах внутреннего трудового распорядка, да, и идут они вот в этом порядке, то есть, обязательства по организации производства, по обеспечению занятости и так далее. То есть, именно в той последовательности, то есть, но если начинать говорить об организации производства в первую очередь, и если нет производства, то дальше не о чем говорить вообще и так далее. Вот, и на что хотелось бы обратить внимание. Вчера вот была научная конференция по этому вопросу, и Александр Владимирович об этом говорил, то, что именно нужно, чтобы рабочие участвовали и в организации производства, и во всех-всех вопросах. И вот, недавно я слушал лекцию Константина Васильевича Федотова в университете рабочих корреспондентов, по-моему, 2009 года лекция была. И вот он тоже задавал этот вопрос, что самое главное вообще, какое требование, именно требование, какое самое главное, вот выкнил, в этом коллективном договоре. И это именно согласование с правкомом тех или иных вопросов. И так проявляется именно участие рабочих в производственном процессе. То есть и работодатель уже, если вы заключили этот коллективный договор, он уже не сможет сократить кого-то там без согласования, да, то есть это уже рабочие участвуют в обеспечении занятости, или там убрать какую-то технологию, да, которая, и там, ну, грубо говоря, заменить машину для подметания на метлу. Вот, то есть вот это очень важный момент, и стоит на это обратить внимание при составлении проектов коллективных договоров. Спасибо. Товарищи, прозвучал вопрос от Артема Иваника по поводу страха, по поводу бездействия, пассивности. Что существует страх борьбы за наши какие-то интересы. Товарищи, мне гораздо, на самом деле, страшнее наблюдать за бездействием рабочих. Вот это намного страшнее, мне кажется. То есть то, где мы сейчас находимся, то есть тут вот выступали люди, также вот металлургию с тракторного завода. Там, где мы находимся сейчас не страшно, по-моему, вообще страшнее уже быть ничего не может. И слова, что, ну, коллективный договор, это где-то там вот, да, где-то вот оно, эфемерное вроде бы как. А положение-то ухудшается сейчас. То есть мы живем в процессе ухудшения положений ежедневно. И оно как бы вот длится бесконечно уже, да. То есть с 2008 года, да, не было индексации даже той же. Я вот сейчас зарабатываю такую же зарплату, как, ну, действительно, какая у меня была в 2008 году. Но в 2008 году я приходил в магазин, набирал тележку вот такую на 500 рублей. Сейчас на 500 рублей, ну, это... У меня даже в корзинке на дне там просто... Полкорзинки. Полкорзинки. По карманам. Даже, наверное, четверть. Мы о каком вот том будущем говорим? Мы сейчас живем при ухудшении положений. Спасибо. На суд товарищей даю вам слава. Хорошо, я недолго. Я вот хотел сказать, вот да, говорили про требования. Все-таки вот то, что нарушали у нас работодатели права труда и отдыха на счет отпусков. Вот мне, как сварщику, вредности дополнительно идет 14 дней. К моим 28 календарным. 28 календарных дней взяли вот так вот разделили пополам. 14 дней сейчас, 14 дней вот тогда. Ну, естественно, я выразил свое несогласие. Но в этом плане я вот одержался все-таки... В какой форме? В какой форме? Я сказал, что вы не имеете права делить. 125-я статья ТК РФ гласит как? Вот это же знание трубами. Что нельзя делить, отпускать тем, у кого вредность. Ну, начальник мой работодатель, конечно, втюхивал мне всякое фуфло, что это можно, что никаких нарушений нет. Я говорю, ну, покажи мне, вот, ткни пальцем. Я сам тебе зацитирую эти статьи. Нет, не буду. Вот, но тем не менее, я писал заявление тогда, вот, как это, начальнику отдела по работе с персоналом. Ну, в этом плане одержал все-таки победу, что в этом году выбил себе отпуск 4 недели. Без раздела. Две недели коллектива. Наконец-то! Наконец-то! Вот сюда говорите, пожалуйста, в эту сторону. Спасибо. Катрио Соловьевич Михайлович. Спасибо. Пенсионер по полномочиям Российского комитета рабочих по Нижнему Новгороду и области. Значит, ну, дуэр Александр Владимирович мне это чуть не ним приделал, что я тут крупный специалист по профсоюзным делам. Ну, крупным я себя не считаю, но кое-что могу рассказать и посоветовать. Значит, первое, товарищи трактористы, ну, не надо жаловаться. Ну, не надо рыдать, что вот нас давят, нам то-сё. И будут давить. Будете рыдать, будут давить. Чем больше слезы из вас выдавят, тем лучше. Вот, значит, то, что на уровне цеха, это уже здорово. Вот Владимир Ильич на втором съезде профсоюзов России сказал, что профсоюзы появились из капитализма для развития нового класса. Вот всё, что мы делаем в профсоюзном движении, в рабочем движении, надо оценивать именно с таких позиций. А что вот наши действия, как отзываются на развитии класса? Вот если мы с этих позиций не будем оценивать, мы будем на одном месте. Мы будем зарплата маленькая. Ага, на 20 копеек прибавили, ура, победа. Это не победа. Это не победа. Победа – это когда коллектив проработал, подготовился. Появились люди инициативные, которые, так сказать, будут и в дальнейшем работать. Будут понимать своё место и своё право на достойное существование. Вот что главное. И в этом плане, значит, коллективный договор – самое такое благодатное дело. Это, значит, почему, на что я хочу обратить внимание. Составление кол-договора. Я думаю, что мы сделали, ну, в силу неопытности, ошибку. Когда вот здесь, на Российском комитете рабочих, рекомендовали – составляйте кол-договор и несите в коллектив. То есть, ребята, ничего не надо, мы вам принесём. Вот тот профсоюз. Они этими занимаются. А тебе чего? Да я же тебя сделаю. Не надо. Пишите вы раздел. Пустите по предприятию. Познакомьте людей. Кто-то зацепится, кто-то заинтересуется. Предложение даст. У нас было в своё время такое, так, Александр Владимирович, чтобы мне просто не ошибиться, сравнительный анализ, как, чего у нас было, институт сравнительного анализа. Великолепнейшая вещь. Вот надо этим воспользоваться. Начинайте вы писать кол-договор. Если у вас есть кол-договор старый, вот раздел написали, и сравнительно вот две полосы, что предлагаете и что было. Людям раздали, люди оценили. Следующий раздел точно так же. То есть, не выжимку в последний день, что вот завтра надо выступать, а сегодня вот вам почитайте. Это неправильно. Чтобы люди участвовали в создании коллективного договора. Вот участие. И параллельно, пожалуйста, собирайте подписи. В смысле, эти доверенности. Вот коллектив организуется таким образом. Он развивается. Развивается рабочий коллектив. Вот. Значит, по поводу самой процедуры. Владимир Владимирович совершенно справедливо сказал, что надо знать доказательство. И надо очень строго выполнять все формальности. Вот чтобы на этом не зацепили. Это один момент. И другой момент. Знайте, что комиссию формируют две стороны. Коллектив и администрация. Коллектив – это вы. Одна сторона. И администрация другая. Администрация любит говорить такое. А мы вот собрались для того, чтобы вот... И замдиректора, который там представляет администрацию, говорит, я председатель комиссии. Ты не председатель комиссии. Ты представитель той стороны. У нас переговоры. У нас две равные стороны. И вот это надо ставить четко, жестко. Вот. Конечно, очень хорошо. У нас было проще, когда мы колдоговор вели. У нас было проще в каком плане. Мы к этому времени провели уже несколько забастовок. У нас было забастовочное состояние. То есть была приостановлена забастовка. И когда в комиссии мы сталкивались с той стороной, то протокол разногласий вносим, не вносим. Почему? Сейчас мы внесем, а ты завтра мне устроишь забастовку. Не надо. Понимаете? То есть угроза забастовки постоянно присутствовала, и поэтому было проще просто вести эти переговоры. Ну и главный довод, конечно. Так, ладно, прерываемся. Я пошел в ЦХ. Я людям расскажу, что вы хотите. Вот. Значит, но... В ЦХ люди знали о переговорах. О том, как эти переговоры идут. Что мы предлагаем. Так. Я не знаю, как сейчас. Ну не думаю, что ситуация принципиально изменилась. Вот. Администрация на шармаках хотят проскочить. Ну давайте. Нет у них никогда никакого... Проекта, проекта... Вот у нас есть колдоговор. Вот давайте вот его пролонгировать там и так далее. Значит, настаивать на переговорах. В плане... Ну я уже сказал. Что значит выдвигать требования? Пишешь колдоговор. Возникли вопросы. Люди предлагают внести требования такое, такое, такое. Не надо откладывать на потом. Комиссия работает на всем протяжении действия колдоговора. В предыдущем колдоговору есть, есть. Комиссия есть, есть. Вноси в эту комиссию. Совсем не обязательно идти к директору и орать. Вот в комиссию, вот наши требования. Они официальные. Они должны быть приняты. А вот если они не примут их к рассмотрению, тогда, ребята, предзабастовочное состояние. Понимаете? И вот этими небольшими, казалось бы, шажками коллектив готовится к серьезным мероприятиям. Тоже забастовка, это непростое дело, ведь остановиться, прекратить работу. Это тяжелое дело. Вот у нас было столько забастовок, и каждый раз это через боль идет. Потому что, ну, рабочие люди, они вообще говорят о созидателе. А забастовка – это прекращение созидания, это развал. Вот. И воспринимается достаточно болезненно. Вот. Это по колдоговору непосредственно. Вот. Вообще говоря, тема очень такая серьезная, мы ее рассматриваем в течение, грубо скажем, 15 лет, и она неисчерпаема. Тут работать не будет. Говорить и обсуждать, и обсуждать. Осмысливать и осмысливать. Вот. Но главное, чтобы все, что мы делали, шло на развитие класса. Вот если рабочий класс мы будем развивать, он так и придет. его надо не просто, чтобы зарплату получал, там, и так далее, а в конечном итоге, за то, чтобы он установил свою власть, он стал хозяином на земле. Так, и последнее, чего я хотел сказать. Забыл. Ладно. Спасибо. Гординин Максим Владимирович, слесарь Самары. Хотел вот как раз продолжить выступление товарища Кудрявцева, дополнить, что когда вы, даже не надо раздавать иногда разделы, которые вы прорабатываете, а достаточно уже, когда вы ходите по коллективу и задаете вопросы, чего вы хотите, вот чем надо улучшить ваше нынешнее положение. Подходите к человеку и говорите, вот, что тебе надо для счастья? Понятно, деньги, это мы включили, там, улучшение условий труда. А какие улучшения условий труда? И вот этим вы его включили в процесс. То есть, он уже помогает вам составлять коллективный договор. А потом, когда вы придете к нему и скажете, а ты знаешь, администрация сказала, ты можешь идти лесом со своими требованиями, то это его уже конкретно лично задевает. Одно дело, это вы разработали там сами у себя, и он там вам ручкой помахал, что он вас поддерживает. А другое дело, что он сам это выразил, а тут вот его прокатили. Вот здесь получается шаг дополнительный. Ну и вот на вопрос Артема, на самом деле мы прорабатывали же уже на РКР эти ответы, и есть методика, то есть, да, это подготовка к выдвижению требований, но методика у нас, мы все это знаем. Пока мы только начинаем, мы никому из администрации ничего не говорим. А самое главное, вот у нас человек боится, да, вот мы к нему подошли, и он говорит, да меня уволят, тебя уволят, всех уволят, всех расстреляют, задушат, убьют четвертую. Вот. Надо понять, во-первых, чего он боится. То есть, боится увольнения, боится, там, потерять зарплату, вот. И объяснить ему порядок действий, что у нас Суворов говорил, каждый солдат должен знать свой маневр. Мы ему просто объясняем. То есть, у меня в процессе бесед никто не отказывался. Страх снимается очень простым предложением, что мы не делаем никаких глупостей. Просто вот я подошел, говорю, вот мы сейчас, я собираю людей, которые готовы бороться за повышение зарплаты, улучшение условий труда. Но первое, что я тебе хочу сказать, что глупости никаких мы делать не будем. Мы будем делать что? То есть, сначала наша задача – собрать коллектив. такой коллектив, который больше половины штата предприятия, с которым администрация ничего сделать не может. Только после этого мы приступаем к активным действиям. Человек сразу расслабляется. Он понимает, что вот сейчас его одного с шашкой на танки не кинут. Ему не надо будет бегать с красным флагом, да, и когда его после этого скажут, вот он ты показался, да, иди сюда. Нет, он понимает, что да, задача какая? Задача – собрать людей. И ходят, спрашивают, собирают людей, начинают помогать. Второе, пока вы никому из администрации не сказали, вы ему еще и объясняете, что мы никому ничего, как это первое правило бойцовского клуба, да? Нет бойцовского клуба. То есть, все подходят, спрашивают, что вы делаете? Ничего. А что тут у вас такое? Да ничего. Можно иногда в наглое издевательство начинается, да? И я же как подписи собирал, ко мне мастер подошел, что это у тебя такое? Я ему пустой бланк показал, то есть, никого, ни одной фамилии не засветил, не показал. Вот. То есть, вот такими действиями, то есть, каждый человек, с кем вы разговариваете, должен понимать, какие действия будут в будущем. Сначала собрали коллектив, после этого, то есть, в процессе сбора, да, идет разработка, это опять, то есть, до момента сталкивания с администрацией, до момента выдвижения требований администрации, на самом деле, плевать. Чего там делаете, копошите? Может, вы никогда не соберетесь? Чего она сейчас будет рыпаться? Она не будет рыпаться. И люди это понимают, и они спокойно в это время готовы работать. То есть, вот в этот момент страх снимается просто объяснением, что мы делаем, и что мы не делаем ничего, никаких глупостей. И у меня на предприятии такая ситуация была, что был профсоюз, который разгромили, и когда все говорят, что ага, вот сейчас будет точно так же, я говорю, мне, ребят, они совершили вот такие-такие-то ошибки. То есть, они кинулись на борьбу, когда их было всего 30 человек. Это бесполезно, бессмысленно. Мы этого делать не будем. И вот даже такой опыт, что был разбитый профсоюз на предприятии, он не помешал. Вот. То есть, вот решение вопроса. Все. Тут говорилось неоднократно о страхах перед какими-то действиями коллективными, еще что-то. Но я чаще-чаще замечаю, люди не просто боятся, а ленятся или неохот. Или настолько как бы сидят спокойно и комфортно, ничего не делать. Они говорят, у меня зарплата нормальная, или еще что-нибудь. Хотя, на мой взгляд, это нищенские зарплаты, конечно. Их хватает на работу ходить и что-то покупать. Ерунду какую-то. Это не деньги вообще. 50 тысяч, даже 100 тысяч сегодня это не деньги. По большому счету. Ну вот, хочется людям этим сказать, которые не хотят просто ничего делать. И что им придется, все-таки заранее надо как-то организовываться все равно. и требования какие-то обдумывать, что выдвигать какой-то профсоюз. Если они не хотят профсоюз, пусть партийную ячейку организуют свою какую-то. У меня все на работе знают, что я партийный человек, допустим. Как я от этого страдаю? Никак от этого не страдаю. Я хожу, гожусь. Другие не знаю, как они... То, что они ничего из себя не представляют, как они себя чувствуют. Но они говорят, комфортно пока. Допустим. Ну, сегодня комфортно, завтра нет. Потому что все-таки надо представлять, что знаем мы, не знаем, хотим мы этого или не хотим. Но мы видим, допустим, люди, которые занимаются экономикой или политикой маломальских, хоть где-то интересуются, что она разваливается, продается, что люди, когда не требуют, не выдвигают каких-то требований, ничего, зарплаты не растут, оборудование не меняется и так далее. А это предприятие становится неконкурентоспособным просто. И они в конечном итоге, их судьба развалится или продать их там под что-то. Вот мы ехали из Москвы до Нижнего Новгорода, и мы десятки предприятий, просто они на глазах. У нас огромные территории, заводы, они развалены, в руинах. Такое ощущение, что по Сталинграду едем к какому-то. Даже с Москвы началось, прям в Москве. Первый – это серп и молот, по-моему, завод. Да, вот просто жуткое зрелище. Ну, а люди, которые немножко понимают в экономике, они понимают, что мы все живём, и наш уровень жизни зависит немножко от этой экономики, которая что-то производит. Мы не можем всё время только продавать. Если мы всё время эти заводы будем продавать, то лишние люди, оказывается, ну, как это некромольно звучит, страшно вообще, лишние люди, лишние рабочие как-то. Ну, а к этому придём всё равно. Нет ничего постоянного, даже вот у меня казалось, там всё так хорошо, лучезарно сидит. Большинство людей у нас там в белых халатах, и все говорят, зарплата хорошая или ещё что-то. Ну, какие-то инициативы потихоньку проходят, поработать побольше, получить поменьше или что-то такое. Хотя мы всё равно связаны с энергетикой какой-то, с предприятиями, с оборонными, ещё что-то. Но если там ухудшается положение, то у нас тоже всё ухудшится. У нас будет меньше заказов, меньше зарплаты и так далее. Хотим мы, не хотим, но мы к этому придём. И вот те люди, которые вроде хорошо себя чувствуют, но завтра они будут вынуждены тоже обдумывать такие вопросы, что надо организовываться и выдвигать какие-то требования. Но лучше быть готовым к войне, чем как бы не готовым. и уже погибать начать, когда военные действия начались. Но они рано или поздно начнутся. Как бы хотелось вот так вот подвести. И то, что давление, вот как Александр Владимирович выразился, как красиво, все придавлено уже, в принципе, по большому счёту. даже у нас там люди как бы. Ну, если всё-таки, когда одна голова выделяется из всей этой площади, на которой давление оказывается, конечно, она всё давление на себя берёт. Тут просто уже физика такая, да? Ну, а если все сразу немножечко как-то организуются и встанут, приподнимутся чуть-чуть, ничего не изменится просто абсолютно, я думаю. Только улучшения могут быть какие-то. Ну, я так считаю. А потом можно как-то, если организации будут на всех предприятиях, профсоюзные, допустим, они могут и между собой уже как-то организовываться, а между собой уже междреслевые или такие, или ФПР там, да, или как называется. А уже можно поддерживать будет даже другие предприятия, не только организовывать такие действия. Я думаю, я вообще всегда поражаюсь теми людьми, которые там где-то сталь варят или ещё что-то там. Им вообще срочно менять надо угонов как-то, им другие, наверное, должны помочь, что ли, или как вот. Короче, всем придётся нам когда-то делать шаги какие-то в сторону поднятия головы своей и действий коллективных. Надо готовить всё это заранее. Хочется нам, не хочется. Может быть, комфортно сегодня с работы прийти и полежать, пиво попить и всё. Но пиво со временем становится, вот как люди говорили, в тележке всё меньше и меньше. А нужно не только это, ещё и калории какие-то потреблять, нормальные витамины. А я, ты уже не пиво. Спасибо. Уважаемые товарищи, длительные были трения по этому вопросу. Это показывает опять актуальность вопроса. Это говорит о том, что этот вопрос будет постоянно присутствовать в нашей повестке, пока мы не начнём заключать прогрессивные коллективные договоры. Мы будем обмениваться тем или иным опытом, потому что действительно на сегодняшний день это очень важно. На сегодняшний день нет ни одного предприятия, и нет здесь ни одного представителя такого предприятия, который бы вышел и сказал бы, ребята, следуйте нашему примеру. Мы добились улучшения заработной платы, мы добились улучшения условий труда, мы сократили свой рабочий день. Вот эти три основные момента это именно тот интерес, за который, я считаю, долг рабочего бороться. Вот мы должны добиваться. Никто за нас это не сделает. Постановление Российского комитета рабочих о выдвижении требований к работодателю о принятии проекта коллективного договора, составленного работниками. Рабочий профсоюз, рабочая секция действующего профсоюза или инициативный комитет работников по заключению коллективного договора, чтобы получить большинство голосов за составленный работниками проект коллективного договора, должны проделать следующую работу. Первое. Размножить проект и выжимку из него на одну страницу и распространить их в подразделениях. В выжимку обязательно включить требования. А. Прироста заработной платы, превышающего уровень инфляции. Это вот о чем товарищ Ксения как раз и говорил. То есть, хотя бы задать минимальный уровень, который будет выше, чем инфляция. Это уже будет реальный рост заработной платы. Б. Сокращение рабочего дня. В. Улучшение условий труда и обеспечения безопасности труда. Второе. Провести в подразделениях собрания с обсуждением проекта и голосованием с составлением протоколов и сбор подписей за проект работников. Третье. Получив большинство за проект работников, предложить работодателю провести коллективные переговоры с освобождением направленных работников от работы на период до трех месяцев согласно Трудовому кодексу Российской Федерации для переговоров и о принятии подготовленного работниками проекта. Четвертое. В случае отказа работодателя от принятия проекта работников провести собрание в подразделениях и сбор подписей за требования к работодателю принять проект работников, получив поддержку большинства коллектива. Пятое. Письменно предложить работодателю принять проект работников с указанием, что в противном случае работники начинают коллективный трудовой спор и предлагают участников переговоров по коллективному трудовому спору с требованиями освободить их от основной работы для коллективных переговоров С оплатой по среднему заработку на срыв до трех месяцев согласно ТКРФ. 6. В случае, если на переговорах работодатель откажется от принятия проекта работников, выставить проект как забастовочное требование, проведя собрание по подразделениям и сбор подписей за проведение бессрочной забастовки с требованием принять проект коллективного договора, разработанный работниками, и за утверждение состава забастовочного комитета. Вот такой данный проект постановления, уважаемые товарищи, предлагается принять за основу. Прошу голосовать, кто за, кто против, бездержавшийся, единогласный. Субтитры создавал DimaTorzok